Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Секрет Небес, сезон 3, серия 9, Последняя Ночь. Что-то мне не нравится сходу название главы. Один из советников, до этого всегда молча выседавший на своем троне, поднялся со своего места и спустился в зал. Он сел перед мамой на одно колено и опустил голову. Ребекка, Эрагон возлагал на тебя большие надежды. Теперь он мертв. Слишком много бессмертных полегло. Советник поднял голову. Тебя отстранили, следуя правилам. Но правила больше не властны над нашим миром, пока Мальбонты промышляет местью. Ты нужна, Цитадели. Сдерживая нахлынувшие эмоции, мама высокомерно подняла голову. Предлагаешь мне занять место Рагона? Ах, серьезно? А если честно, я не уверена, что это хорошее решение. Маму власть просто дико ослепляет. Да. Мама обдумывала предложение всего пару секунд, потом взмахнула плащом и решительно направилась на место главного советника. Тогда не будем терять времени. Выживший советник проследил за ней взглядом, вскочил и направился на свое место. Итак, единственный наш шанс на победу – пойти на риск и хитрость. Она посмотрела на меня. Я обдумывала наши дальнейшие действия. И пришла к тому, что придется рискнуть тобой, Вики. Чего? Мной? Все это время ты планомерно доказывала мне, что достойна уважения. Ты была смелой и решительной. Я горжусь тобой. Она замолчала, и Вики ее дрогнули, будто последние слова вырвались против ее воли. Мы – потомки Мальбонте, но это ничего не значит, верно? Он поплатится за свою жажду мести. И я знаю, у тебя получится принести нам победу. Что вы хотите, чтобы я сделала? Мальбонте доверяет тебе, подпускает ближе всех. Ты должна притвориться, что ты на его стороне. И что потом? Уничтожить ключи к вратам Шепфа. Легко сказать «уничтожить». Что? Как я это сделаю? Мама посмотрела на советника и кивнула в сторону. Он тут же поднялся и скрылся в проходе, а затем вернулся с чем-то в руках. Советник подошел ко мне и протянул камень со светящимися иероглифами. Камень преткновения. Это камень преткновения. Единственный предмет, способный уничтожить ключи от врат. Я провела пальцами по шершавой поверхности камня и задрожала. В их руках я чувствую себя лестницей, которую собираются закинуть по ту сторону пропасти. Они пройдут через меня легко и просто, не обратив внимания, что я от этого сорвалась в пропасть. Но позволят ли мама мне погибнуть? На тебе нет лица. Не стоит так переживать. Мы тебя прикроем. Так что же, ты согласна? Что ответить? Буду рада помочь. Спасибо. Завтра на рассвете встретимся у школы. Хорошо. Я уходила с чувством, что на мои плечи легла непосильная ноша. Я передала Кроули разговор, состоявшийся в цитадели, не вдаваясь в детали плана. Кроули странно воодушевился, будто ощутил, что история наконец идет к финалу. Но я была истощена и пуста. Я чувствовала себя в тупике лабиринта, откуда у меня не было сил выбраться. Варианты выбора парализовывали. И казалось, каждый вел к смерти. Солнце, сев за горизонт, оставило за собой лишь звездную темень. Я лежала на кровати, жадно вглядываясь вдаль, и пыталась успокоить мечущуюся душу. Мне нужно было рано вставать, но сон не шел. Фыр! Где-то там вдалеке начала прорисовываться длинная, изгибающаяся фигура дракона. Он летел ко мне сквозь ветер и холод, но он летел ко мне. Я вдруг четко, как озарение, увидела его любовь ко мне. Или даже не увидела, а почувствовала, сквозь километры отделяющие нас. Я поняла, что эта ночь решающая для меня. Лой так предан мне. Но нужна ли мне его преданность? Нужен ли он мне? Ага, это, наверное, какое-то закрытие ветки с Лоем, либо определение. Нет, мы выбираем. Мое сердце не будет ему принадлежать. Я юркнула за штору, прячась от взгляда дракона. Осторожно выглянула, чтобы понаблюдать за его дальнейшими действиями. Фыр сбросил скорость, растерянно вглядываясь в сторону окна, а затем развернулся и улетел прочь. Мне хотел... Ты отвергла Лоя. Но эти таблички порой просто убивают. Мне хотелось разрыдаться, но так было лучше. Прости, Лой. Дверь отворилась, и вошел Люцифер. У вас крыша течет. Я отдернулась ему навстречу, но сдержалась, стараясь не показать, как я рада ему. Небрежно бросила. Знаю. Вся школа стоит на ушах. Ты собралась идти в логово к Мальбонте? Опять? Да. Дура. Ну офигеть, офигеть просто. Сам дурак. Крик в ответ едва не сорвался на рыдание. При виде моих эмоций, ярость Люцифера тут же утихла, и он спокойно продолжил. Они используют тебя. Почему ты такая ядовитая только со мной, и не можешь выпустить когти в того, кто этого действительно заслуживает? А чего это я с тобой ядовитая, неправда? Ты этого заслуживаешь. Ладно. Я отвернулась к окну. Но зачем идти у них на поводу? Иногда нужно довериться течению, и оно приведет тебя туда, куда нужно. Скорее всего, это будет водопад, где ты задохнешься. Я задержу дыхание. Не поможет. Ты очень оптимистичен. Он подошел ко мне, уже не скрывая волнения. Ты не можешь просто так брать и делать все, что тебе вздумается. Это опасно. Тебя это не касается. Он дернул меня за руку, чтобы я взглянула ему в глаза. Еще как касается. Почему это? Потому что я люблю тебя. Что ты сказал? Люцифер отпустил меня. Его взгляд нервно избегал моего. Потом, набравшись смелости, он посмотрел на меня и повторил. Я сказал, что люблю тебя. Продолжишь делать вид, что не услышала, чтобы я еще раз это повторил? Да. Ты признаешься мне в чувствах и наказываешь меня за свою язвимость этими грубостями? Он снова посмотрел на меня. На этот раз по-другому. Я люблю тебя, Вики. Ну все, три раза прям, ну, накрылась головой просто. И я переживаю за тебя. В этот раз он сказал это спокойно, без боли, как бы смирившись с этим. Я тоже тебя люблю. У Люцифера перехватило дыхание. Какое-то время он не знал, что сказать. Потом тихо произнес. Не ожидал, что твоя взаимность вызовет во мне столько эмоций. Я улыбнулась. Он старался быть со мной искренним. По-настоящему старался сквозь травмы и барьеры. Заметив мою улыбку, он улыбнулся в ответ. Совсем на секунду. Но это была улыбка, а не усмешка, скрывающая в себе боль. Иди сюда. Он притянул меня к себе, но задержался, лишь дразня поцелуем. Поцелуй меня. Отдаться страсти. С радостью. Когда мы закончили, он подпер голову рукой и стал разглядывать меня. Что? Ничего. Просто смотрю. Мои веки опустились, и поднять их я была не в силах. Смотри, сколько хочешь. Перед тем, как провалиться в сон, я почувствовала, как Люцифер поправил пряди моих волос, упавшие на лицо. Когда я проснулась, за окном стояли холодные сумерки. Я никогда не любила сумерки. В это время я чувствовала себя еще более одинокой. Весь замок спал. Эта тишина, как кокон, обволакивала каждое крыло, от основания до кончиков башен. Я тяжело поднялась к кровати, подошла к шкафу. А Люцифер все еще спал. Не ушел. Я ненадолго замерла, разглядывая его. Казалось, я чувствовала тепло одеяло, которым он был укрыт. И даже во сне он выглядел сильным и уверенным. Но нужно было идти. Я отвернулась от Люцифера и больше не смотрела в его сторону. В страхе не выдержать, разбудить его, попросить полететь со мной. Время шло, и пора было одеваться. Нужно что-то такое, в чем будет удобно в полете. Стиль Винчеста? Круто. Получается, в последнее время все-таки черные наряды офигенные. Ух ты! Стиль Ребекки и Винчеста? И просто наряд для полета. Тоже практично. Но мы возьмем стиль Винчеста. Поскольку как-то Ребекка, я не сильно воодушевлена. Мама, Кроули и Выживший Советник ожидали меня у входа. Я же говорила, она не уйдет от ответственности. Очень этому рад. В чем дело? Мама взяла меня за руки. Просто знай, что мы тебя прикроем. Ты полетишь в сторону его лагеря. Я не смогу его найти. Наверняка Мальбонта, как и в прошлый раз, сам тебя найдет. Мы дадим тебе амулет, что будет оставлять за собой след из энергии. Мы найдем тебя. Лилу... Лилу? Я уже забыла о ее существовании. Почти бегом спустилась по лестницам, сжимая что-то в руках. За ней лениво шла Ости, сложив перед собой руки. А что они здесь делают? Ты про Ости и Лилу? Они вызвались помочь. Сейчас любая помощь не помешает. Лилу, запыхавшись, остановилась рядом со мной. Вот, держи. Амулет. Мальбонта придет в ярость, когда поймет, что ты раскроешь место его лагеря. Я замерла, внимательно посмотрела на нее. Она злорадствует над провалом Мальбонты или над моим? В школе появилась крыса. Нет, я уже параноик. Ты справишься, непризнанная. Я могла бы помочь ей. Оставь свой пыл до лучших времен. Ости смотрела на меня из-под лобья. На ее губах играла дерзкая ухмылка. Вот и посмотрим, чего ты стоишь, непризнанная. Вики, меня зовут Вики. Я знаю, Вики. Я раскрыла крылья. Если на этом все, не забывай, на чьей ты стороне, Вики. Я промолчала и взлетела навстречу небу, навстречу Мальбонте. Я летела так долго, что стала подумывать развернуться. Если честно, эта мысль грела меня и успокаивала. Но не успела она перерасти в действие. Удар? Меня оглушили. Я очнулась на земле, и первым, что увидела, была дюжина ног, столпившихся около меня. Они раступились перед главными, неторопливыми, но уверенными ногами. Кто тут у нас? Птичка сама залетела в клетку? Понимаю. В большом мире может быть страшно. Мальбонте развернулся и пошел прочь, по пути бросив. Ко мне за стол ее. Мальбонте молча ел, лишь изредка поглядывая в мою сторону. Время от времени я запускала руку в карман, чтобы пощупать камень преткновения и амулет. Они успокаивали меня. Угощайся, не стесняйся, Вики. Он вернулся к завтраку, продолжая кидывать меня странным заговорщическим взглядом. Что он задумал? Что за игры? Меня охватило волнение. Руки дрожали. Я боялась поднять их из-за стола. Глаза бегали из стороны в сторону, и я не могла их унять. Заметив мою нервозность, Мальбонте отложил приборы и остановил на мне до ужаса серьезный взгляд. Нужно взять себя в руки. Совладать с эмоциями. Я глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Выпрямила спину и спокойно положила кисти на стол. Затем задрала подбородок и без страха посмотрела на Мальбонте. Это включило Ребекку. Мальбонте некоторое время испытывал меня, потом усмехнулся и продолжил есть. Зачем ты пришла сюда? Мне казалось, ты выбрала сторону. Мне казалось, ты уничтожишь меня, если эта сторона будет не твоей. Кто знает, может твоя еда отравлена. Ты видишь, чтобы я ела? Не доверяешь мне? Не вижу причин доверять кому бы то ни было. Он снова отложил приборы и снова посмотрел на меня, теперь с каким-то вопросом. Зачем ты здесь? Пришла за ответами. Ты их не получишь. Получу. Губы Мальбонте дрогнули, кончики изогнулись, но остались на месте и не поползли вверх. Он сдержал довольную улыбку. Мальбонте доел, явно не торопясь заговорить со мною. После он вытер рот салфеткой и махнул рукой. Если хочешь что-то сказать мне, сейчас самое время. А тебе сказать мне нечего? Что ты хочешь услышать? Как тебе удалось взять ключи от врат Шепфа? Не было такого существа, кроме самого Шепфа. Кто бы мог прикоснуться к ним? Кто ты такой? Я сын демона и ангела. Что это меняет? Очень многое. Откуда ты узнал, что можешь прикоснуться к ним? Действовал наугад. Нет, это не так. Думаешь? Откуда ты узнал? Мне сказали. Кто? Почему ты считаешь, что умеешь право допрашивать меня? Это не допрос. Но я хочу знать. Мало ли чего ты хочешь. Ты нервничаешь? Почему? Потому что ты задаешь не те вопросы. Во мне часть твоей силы. Я могу быть на твоей стороне, а могу быть против. Ты предложил мне перейти на твою сторону, но что-то скрываешь от меня. Ты ничем не отличаешься от ангелов. Просто у тебя свои цели, у них свои. Он вскочил из-за стола, бросился ко мне и угрожающе навис надо мной. Хочешь знать, что я скрываю? Сердце заколотилось в ужасе от его близости, от неизвестности и непредсказуемости событий. Одно движение, одна неконтролируемая вспышка гнева, и он убьет меня. Но я все равно прокричала ему в лицо. Да, хочу! Мальбонте отпрянул, немного успокоившись. Хочешь знать главный секрет небес? Что от тебя и вас всех скрывают ваши идеальные ангелы? Что скрывает Шепфа? Хочу! Резким движением Мальбонте снял верх, оголяя торс. В таком случае... Он развернулся ко мне спиной. Ну, я так и знала. Это знаете, как в классических сериалах. Перед открытием главной тайны. Хоп! И конец серии. Ну, это уже, блин, это жесть. Я зла. Я дико зла, что нас прервали прям на таком моменте. Ух, очень короткая серия, прям неожиданно. Но самое главное, это, вы знаете, был интим с Люцифером. Именно такой, каким бы я хотела его видеть. Без лишних подробностей, но с нежностью и романтикой. Друзья, обязательно поделитесь своими впечатлениями в комментариях под этим видео. Плейлист этой истории вы всегда найдете в описании. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok